Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и мы сегодня снова с вами на проекте Мазин Холиплей, это второй сервачок, все ссылочки есть как всегда в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну что ж, в этом ролике, пацаны, я вам покажу фильмку нашего бизнеса за две недели, я не просто так снимаю заранее это видео, потому что я хотел фильмку показать через месяц, но сегодня ровно 12 дней, когда мы держим бизнес АЗС в городе Арзамас. Произошла некая ситуация, из-за которой нам придется продать этот бизнес, но об этом вы узнаете в ролике. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите ролик от начала до конца, чтобы узнать всю ситуацию и понять, зачем мы вообще будем его продавать и за сколько. Ну а для того, чтобы неужели такой халупе, как я, вводите, конечно же, мой промокод, пишите слэш-мэм, 7-й пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод полканов. За этот промокод вы получите 350 тысяч, вам всего лишь нужно будет скачать уровень. Данный промокод можно вводить на любом сервере. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Дамы и господа, минуточку рекламы. Нашел недавно очень классный паблик с новостями про наш любимый Амазин ХРП. То есть здесь вы можете посмотреть, получается, новые спойлеры будущего обновления. Можете также поучаствовать в конкурсах, заработать очень хорошие призы. Также в этой группе есть интервью с разработчиками. Очень важная информация там и так далее. Паблик реально очень годный, здесь много всякого интересного есть. Поэтому всем советую подписаться. Ссылочка на этот паблик будет в описании под видео. Поэтому заходите, подписывайтесь, следите за этой группой. Будьте всегда в курсе самых интересных новостей и крутых обновлений. Ну что ж, дамы и господа, вот получается эта АЗС, которая находится в Азамасе. И, к сожалению, либо к счастью, ее придется продать. Причина как бы очень такая весомая, необычная. Но об этом чуть позже. Давайте я вам покажу лучше Финку. Расскажу свои впечатления о данном бизнесе. И да, пацаны, этот бизнес в продаже. Я за него хочу 400 миллионов рублей. У кого появится интерес купить этот бизнес, можете писать мне в ВКонтакте. Как бы я вам скину Финку. АЗС как бы вот, госка 15 миллионов. То есть Финка здесь, в принципе, нормально. Но, пацаны, у нас были некие трудности. Потому что есть там некоторые люди, которые не особо, так сказать, меня любят. И они почти каждый день поджигали АЗС, и из-за этого портилась Финка. Давайте я вам покажу. Не будем как бы затягивать. Когда бизнес не поджигают, здесь Финка стабильно там лям 800, лям 400. Мы этот бизнес купили 12-го числа. До этого здесь держала девушка, получается, эту АЗС-ку. И она ей не занималась. То есть здесь, пацаны, не было топлива. Поэтому вот эта Финка, это Финка за то время, когда она как бы не играла. И ей не занималась этой АЗС-кой. А вот уже Финка как бы 12-го числа. Это уже наша Финка, которую мы как бы уже заработали сами. А если еще сделать склад здесь большой. То есть у нас склад здесь 20 тысяч. Если сделать склад 50 тысяч, то вам не придется завозить продукты. То у вас Финка будет там около 2 миллионов, может быть даже больше. Просто из-за того, что 20 тысяч продуктов выходит за день. Приходится еще завозить продукты, чтобы охватило до утра. Из-за этого портится Финка. А если склад был бы большой, Финка была бы там от 2 миллионов. Теперь давайте поговорим про ситуацию, почему нам нужно продать этот бизнес. Как бы добавили новые правила. Его добавили относительно недавно. Для покупки другого бизнеса нельзя передавать бизнес другому человеку. Мы об этом как бы не знали с Америкосом. И из-за этого нас просто выебали. Можно так сказать. Нам заморозили аккаунты. Мы не могли ничего в принципе делать. По итогу мы там пообщались со спецадминами. Приняли такое решение. То что из-за того, что мы нарушили это правило. Нам придется продать наши бизнесы. То есть нам придется продать АЗСку. И придется продать 24 на 7. То есть да, пацаны. Есть вот такое вот правило. Которое добавили недавно. Которое мы вообще не знали. Просто никто об этом не знал. То есть раньше за то, что ты там передавал другую бизнес. Ничего не было. Но буквально меньше месяца назад добавили такое правило. Которое мы не знали. То что нельзя передавать бизнес для покупки другого бизнеса. Да и в общем нельзя передавать бизнес другому игроку. Даже его поддержать. Понимаете? Поэтому вот такие вот пацаны дела. И нас за это как бы въебали. И теперь нам придется продать наши все бизнесы. Кроме транспорта и компании. На самом деле не все так просто. Потому что есть еще там одно условие. Которое нам нужно сделать. Но об этом пацаны возможно вы узнаете уже в будущем. Эта тема интересна. Если вы хотите видеть продолжение этой всей ситуации. То поставьте лайк и подпишитесь на канал. Также поставьте колокольчик. Чтобы не пропустить данную серию. Я не знаю когда она выйдет. Сейчас мы будем заниматься продажей бизнесов. Теперь давайте поговорим насчет того. Как мне вообще бизнес АЗС. Потому что я его держал по сути в первый раз. Да у меня там давным-давно была АЗС. Но она была максимально неприбыльная. То есть здесь пинка более-менее нормальная. Но можно было бы и больше. Бизнес мне если честно очень понравился. То есть я бы хотел себе в будущем его приобрести. Были бы у меня деньги. Я сам бы выкупил этот бизнес бы. И занимался бы им. Как бы 400 миллионов пацаны. У меня даже если я все продам. У меня таких денег не будет. Даже если я продам все свои просто машины. То есть я реально не смогу ничего просто сделать. Понимаете. Я сейчас не буду считать. Но около 250 миллионов у меня получится. Сейчас просто задача найти покупателей на бизнесы. И найти нормальных покупателей. Которые не будут там выебываться. Занижать цену. То есть бизнесы реально хорошие. Что в 2014-7 хороший бизнес. Там финка от 800 тысяч до там миллион двести. Что на АЗС тоже хорошая финка. Если заниматься этим бизнесом. Если честно я даже немножко рад. То что у меня не будет АЗС. Как бы это тупо не звучало. Но просто. Ну типа я устал. На самом деле возить продукты. Максиму реально большое спасибо. То что дал поддержать мне этот бизнес. Потому что такая возможность дается не каждому. Но бизнес мне реально понравился. Но пацаны. Это тот бизнес которым нужно реально заниматься. То есть ладно. Если там 24-7. Ты завез там полный склад продуктов. Тебе их хватает там допустим на 2-3 дня. Бензин уходит очень быстро. Хотя и стоит. Получается плюс 80. Но 20 тысяч топлива вот так уходит. Меньше чем за сутки. Но за счет этого в принципе хорошая финка. Если вы не особо много играете. То я вам не советую покупать этот бизнес. Потому что он у вас будет занимать много времени. Допустим чтобы завести полный склад. У меня уходило на это примерно час. Понимаете. Бывало больше. То есть бизнес реально требует внимания. Лучше чтобы у вас были друзья. Которые будут вам помогать. Как бы возить топливо. Потому что возить в одиночку пацаны. Это реально жестко. А если сделать склад 50 тысяч продуктов. То вы будете возить продукты около 2,5 часов. Если в одиночку. Да. Если у вас там скилл прокачанный. Вы заходку можете привезти 5000 продуктов. То в принципе да. Тогда заебись. Тогда у вас проблем в принципе с этим не будет. Ну что ж дамы и господа. Я думаю я вам все рассказал. Объяснил. Если хотите дальше следить за этой историей. Что в принципе будет дальше. За сколько я продам бизнесы там и так далее. Ну как я продам бизнесы. На мне ЗСка. А на другом игроке получается 24 на 7. И нам эти оба бизнеса нужно продать в ближайшее время. История пацаны реально необычная. Я не знаю чем это закончится. Надеюсь что хэппиэндом. И надеюсь что мы найдем достойных просто покупателей на наши бизнесы. На самом деле я в шоке от всей этой ситуации. Потому что я такого реально не ожидал. То есть я не ожидал то что может просто такое произойти. Реально все так красиво начиналось. Мы купили ТК. Потом купили бизнес. Купили АЗСку. И все реально было по кайфу. И в итоге вот такое вот правило добавили. Из-за которого мы сейчас потеряем просто 2 бизнеса. В принципе что ни делается кто к лучшему. Возможно Америка сейчас накопит баблишко. И купит себе уже на себя очень пиздатый бизнес. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Если что играю на втором сервачке. Все ссылки есть как всегда в описании под видео. Приходите к нам на второй сервачок. Вводите мой промокод. Я вас могу принять семью в компанию. Поэтому буду всех ждать. Всем пока пока.